Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Продолжаем наш опус про кулинарные рецепты, ночная битва с холодильником. У нас остался третий рецепт из Green Chef, что сегодня будем пытаться приготовить. Горошек по-берберски, скорее бы уже овощи по-берберски, вот, с разного рода зеленью. Вот, смотрю, у нас уже знакомый нам баттер-сквоз, вот такой кабачок. Давайте сделаем анализ, что есть у нас из ингредиентов. Значит, у нас есть вот такая вот фасоль, она, я не знаю, как она правильно на русском языке называется, напоминает лесной орех, вот, ну, на самом деле она такая, ближе к гороху фасоли. Вот такая мы сейчас раскроем, покажу, как она выглядит. Баттер-сквоз. Тоже какие-то бобовые. Большое количество у нас, целый пакет шпината молодого. Половинка перчика. Сыр фета, немножечко здесь. Обычный зеленый горошек, правда, с надписью органик. Баночка греческого йогурта. И вот такая баночка у нас, написано, лук и чеснок порезаны уже. Ну и пакетик с кешью. Такие вкусные орешки. Это, видимо, на самый конец. Блюдо заправляется. Смотрим, что нужно сделать. Как обычно, вначале овощи моем, рубим. Начинаем готовить эти самые вот овощи. Вот. На масле поджариваем. Потом добавляем вот эти самые вот пакетики всякие. Заливаем водой. Добавляем шпинат. Добавляем еще что-то. Финально рубим орешки кешью. И уже финально все это сервируем. Получается у нас 8 шагов. Ну что ж, приступим. Так, начинаем готовить. Начнем с лука. Лука, чем мы? Горячая сковородочка у нас. Да. Главный период чешки. Постоянно, сейчас немножко нагреется. На ниде можно поставить. Да, поменьше. Да. Ага. Класс. Интересно, что там, в вашем случае, я в воду тару положил все. Квошь скидывай, а перец составь, пока нужно его, как-то, добавлять через этап. Через два шага вернее. Сейчас мы его не добавляем. Я сейчас рецепт прочел. Просто дело в том, что кабачок вот так готовится дольше, чем перец. Да, он уже более желчный. Чтобы перец, не перец самое, раньше времени не переготывался, не стал слишком мягким. Его добавляют... Надо было воткорелось, так, квадратик. Я сейчас его переделаю, да. Перец я неправильно сделал. Я, как в прошлой рецепте, вот этими дольками, на самом деле нужно квадратик, потому что я буду перележать его. Ага. Нужно посолить и поперчить. Перец возьми, который мелится. Я знаю, я не знаю. Вот этот перец мелится, он ароматный. В принципе, можно было регулярно, просто если мы хотим сделать блюдо совершенное, нужны ингредиенты, чтобы хорошие. На 16 минуте будем добавлять уже все остальные ингредиенты. Соль отличается от нашей соли в России, она более, как бы сказать... Более соленая. ...соленая, и мы добавляем ее в 2 раза меньше, чем добавляем дома добавляли. Кстати, с сахаром две тоже истории, здесь сахар сладкий почему-то. Значит, здесь все более капитированный, все соль и сахар. Не разбавлено, скажем так. Столкнулись с той ситуацией, что здесь продукты не разбавлены. Все время я все пересаливала. Да, использую то же самое количество соли и сахара, как в России, пересаливали очень серьезно. Так, 16 минут, Дин, погнали. Все, давай. Это фасоль. И вот это вот. Мам! 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 Все, молодец. Попирола у нас там, молодец. Кус-кус написано здесь, с какой-то специей. Перемешиваю аккуратно и сколько-то записано тушится, сейчас я гляну. Короче, нужно минуту готовить. В правильном виде, потом добавлять в воду и накрыть. Минуту? Да. Значит, это будет 18 минут. Добавить температурку, я думаю, немножко. Интенсивно перемешиваем, потом добавляем. Идет туда? Да. Смотри-ка, мне кажется, еще нужно побольше, да? Здесь планы чашки, да? Здесь только одна чашка получается. Вот вторая чашка. Ну, надо посмотреть как бы по ощущениям. Мне кажется, нужно будет вот так вот налить. А надо немножко закрывать овощи, немножко закрывать. Ну, вот смотри-ка, по-моему, вот так получается у нас, да? Да, все, еще налей достаточно было, все. Сейчас еще чуть-чуть. Смотрим. Все достаточно, ты воду не приливай. А что, здесь точно две чашки было в чайнике? Точно, уверенно. Ну, если выше, овощи почти закрылись. Вот так, да? Да, видишь, овощи почти закрылись. Теперь надо, кажется, температуру побольше сделать. И тоже в 10 минут. И накрываем крышкой. Крышкой тоже в 10 минут. Да? Как-то так начали готовить, а ребенок решил устроить саму уборку помещения. Зал швабру, демонстративно пришел на кухню и стал убираться. Вот. Да, Лиз? Давай. Прошло 12 минут. Открывай. Эффектно, давай. А, отлично. Красиво смотрится. Красиво и, главное, аппетитно. Давай-ка. Так, скидывай. Перемешивай. Я думаю, температуру поменьше сделать. Вот, чуть-чуть. А нам идем быстро пересталяем. Скидем зелень. Шпинат. Я, кстати, попробую в кускус они, приправы там набухали нормально. Что? Да? Берберские приправы. Но не соленые, надо сказать. Не соленые? Надо будет подсаливать, мне кажется. Соленые мало положили. Я боюсь пересолить. Интенсивно перемешивай. Не знаю, там как-то, как-то показано. Перемешивай. Надо хорошо перемешивать, чтобы перемешать. Смотрю. Там все так замешано нормально. Готовим 4 минуты. Ну, еще воды подлечь. Еще? Давай, давай. Не, не, возьми сианика. Втяните лечь еще. Сианика, да. Что, не хватает, думаешь? Нет. Надо, может, сгореть. Да, лучше все это добавить воды. Встраховаться. Если подгореть, то уже не тот вкус будет. Лучше потом, чтобы вытепело, чем оно будет подгорать. Да, уж подождем лишь 5 минут, она сейчас все выкипит водичкой. В прошлый раз у нас кабачок подгорел чуть-чуть. Ну, не то, что подгорел, но был с корочкой. Придержали немножко. Придержали чуть-чуть его. Упустили время. Баттерскворш просто первый раз готовили. Мы никогда не делали блюда. Хотя этот баттерскворш продается везде, он достаточно дешево стоит. Вкусный, кстати, кирбачок надо попробовать. Я думаю, что Лис будет его есть. Она любит дочку. Лис дайте попробовать. Да? В тот раз, кстати, наше оба блюда Лис удовольствием поела. Она съела все, мы били все съела. Все упасти бы на курицу, которую мы еще раз сделали. Да. Последний этап готовки. Горошек. И еще 4 минуты. И блюдо уже готово. Дальше мы его сервируем, выкладываем на тарелку, поливаем йогуртом, посыпаем кешью и посыпаем сыром фетой и вкушаем. 4 минуты, блюдо готово. Общее время готовки, как написано в рецепте, кстати говоря, 20 минут. На самом деле я боялся, что это будет самый сложный рецепт. Ну, самое простое, да. Оказалось, самый простой вообще рецепт. Я крайне удивлен. И вегетарианский. Так что, Зина, сегодня твой день. День вегетарианца. Но если я не наемся, у меня в холодильнике есть ветчина. А дома из ветчины я бы съел. Вот. Сейчас мы тоже говорим сельцами. Да, кстати, ребята, угадайте, с какой серии он сказал. Мой любимый мульт про Гомера Симпсона. Какую серию сказал он там? Да, про ветчину. Ветчина у меня в холодильнике всегда есть, потому что кроме меня, как выяснилось, в семье ветчину любит Лиза. Если у нас утром нет, Лиза может устроить забастовку. Да, если нет ветчины с утра. Так, нужно пополам разделить. У меня получилось три. На следующий тоже три сделаю, потом уже расклад. Раз. У нее выглядит очень аппетитно. Забудьте Лизе положить. Лизе маленькую положить. Я от своей отложу тогда. Хорошо. Забудьте с сериалом просто, когда будут готовы. А Лизе потом я отложу уже. Лизе лиза на сглана пробовать или всего. Знаешь, может поесть, я не знаю. Не, она может поесть. Мясное блюдо она больше любит. Скажем, вегетарианские. Так, мне кажется, надо вложить. Смотри, по выходу, что получается. Одинаково или еще что-то куда-то добавить нужно? Да, разницы никакой нет. Повторяще будет. Блюдо страшное. Я хочу посмотреть, что ровно два блюда получаются у нас из этого всего количества продуктов. Да? Смотри-ка. Рассчитано прям вообще идеально. Да? Так, сейчас будет сервировочка. Это самое интересное. Давай, давай. Прямо в центр вливается. Представляете, просто как-то размазать, что ли. Не горка, а там картинка рисована, что там размазывается. Я что делаю? Ползите побольше, чтобы этого йогурта было. Ну да, с йогуртом что-то они как-то... Вот они поэкономили йогурт. Йогурт экономили. Да, еще на второе блюдо греческого йогурта вообще нет. На картинке больше было йогурта. Да, на картинке йогурта как целая Греция. А тут как бы в банке все размазано. Короче, все. Короче, все. Теперь все, чвету добавить? Да. Я хоть проверь, что йогурт такой греческий. Насколько он греческий? Сейчас, по-моему, заценю его. Лиза, знаешь что? В принципе, можно, если готовить такое блюдо самим, просто брать вот этот вот, который мы покупаем. Без наполнителя, наполнителя просто выбрасывать. А, то же самое, да, Павел? Угу. Тот же вкус. Фету. Тут они поэкономили сейчас с этими грибинцами. Берберы, судя по всему, по рецепту были народ скаридный и жадный. И осталось самое легкое посыпать. Да, только порезал орехи, задевался, Зина начала их хрумкать. Вот. Ну вот, как-то так. Осталось, по-моему, венцо открыто, да? Да. Я уже с тленями сейчас зайду. А, как же кушать хочется. А, я, 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 я. Все? Скорее, женщина, заканчивай серверовку. Все, закончила? Да. Все готово? Да. Получилось, вот отъехал два блюда, которые мы сейчас будем делать контрольный жорк. Идет процесс, да? Да. Попробуй еще. Папа ест. Папа попробует? Папа пробует вкусный еду. Папа. Кто там? Кто там? Там папа. Диана, дергай меня. А знаешь, ничего. Хоть и вегетарианского, но ничего. Ты перемешай, Максим. Перемешать? Ну да, ты что, ты же умеешь мешать. Лиза, убери ручку, убери руку, пожалуйста, Лиз. Ну, это вкусно. Необычно, вкусно. Я думаю, что твою. Не-не-не. Кут-кутный, конечно, не совсем доразварился. Ну. В общем, целом. Лиз, ну, убери ручку, пожалуйста, Лиза. Папа. Интересный рецепт. Интересный. Лиз, ты тоже хочешь попробовать? Я тоже будешь искать мнение. Да? Давай, ты пробуй. У нас вторая серия пробульщиков. А вкусно. Нормально. Нормально. Остренько. Хорошо. Лиз, будь интересна. Да. Лиз, давай. Лиза, ты любишь такое. Папа. Лиза. Папа. Давай. Попробуй. Вкусно, но ешь. Необычно вкусно. Это кашка. Она думает. Редактор субтитров А.Семкин